Настоящие гравюры 18 века могут показать скрытые подробности прошлой цивилизации. Можно найти по настоящему потрясающие вещи, которые совершенно не вписываются в рамки традиционной истории. С изучением гравюр есть только одна достаточно большая проблема. Большая часть изображений, которая есть в сети или подвергалась цензуре или доступна в очень низком разрешении, при котором не видны очень важные нюансы. Мне повезло найти сайт, содержащий сотни гравюр просто в отличнейшем разрешении, где при увеличении изображения видна каждая мелкая и на первый взгляд ничего не значащая деталь. Но эти так называемые мелочи могут полностью перевернуть наше представление о религиозных течениях, которые существовали в 18 веке. Эти гравюры заставляют по-новому взглянуть на наш мир и найти остатки спрятанных технологий. Итак, приступим. Склад гравюры карт 18 века я нашел через форум Столлин Хистори. Я постоянно хвалю эту площадку, так как это лучший форум по альтернативной истории. Его недавно блокировали на несколько месяцев и огромная часть информации сейчас утрачена. Недавно форум удалось восстановить. Там сейчас не так много информации как раньше, но встречаются очень уникальные вещи. Ссылка на новый Столлин Хистори в описании. Начнем вот с этой гравюры 18 века. На первый взгляд мы видим обычный католический собор. И здесь даже присутствует католический крест над входом. Но если мы увеличим изображение и поднимемся к шпилю здания, то больше не обнаружим крестов. На этих шпилях какие-то шары. А еще выше мы видим что-то похожее на флюгер, сидящий на нем птицей. Да и еще обратите внимание на часы. Они нам будут постоянно встречаться на похожих зданиях. Следующая гравюра. Непонятно что это, но на башенке есть часы и сверху шарик с пикой. Вот еще интересное здание. Слева колокольня с часами двух видов. На ней вроде бы есть крестик, но он достаточно необычной формы. Вершину колокольни украшает человек, то ли с ананасом, то ли с шишкой. Здание справа не менее интересное. Нет никаких крестов на шпилях. Есть шары, как на современных церквях, только в наше время на эти шары устанавливают кресты. А здесь просто шары и в центре огромная шишка. Вид старого города. Пытаемся увеличить и найти классический крест. Здесь даже подписано церковь святой Марии. Видим не совсем крест, сверху птичка. Если вы думаете, что это петух, вы ошибаетесь. Я вам сегодня чуть позже покажу это, мягко говоря, существо. Рядом еще одна церковь с птичкой. И вот только самую низкую церковь возможно украшает крест. Теперь посмотрим на замок. На шпилях только шары с пикой. Интересен вензель справа. Три рыцарских головы украшены символами власти. Колесо, папская тиара и ананас. Или что-то похожее и очень важное, раз стоит в один ряд с тиарой. А вот у нас Мальта во всей красе. Если увеличить, то мы не увидим ни одного католического креста. Только слева мы видим что-то похожее на минарет. Можно подумать, что на Мальте исповедовали ислам. Но это не так. По официальной версии в 1565 году острова были переданы ордену святого Иоанну. И в течение двух столетий католический орден укреплял и отстраивал Мальту как форпост для крестовых походов. То есть, это самое сердце католицизма. И на гравюре 18 века вообще нет крестов. В 1798 году в Мальту оккупировали французы. И они тоже были христиане. Так что это очень показательная гравюра. Христианский форпост без крестов. А вот у нас проект церкви Святой Марии. Здесь уже есть кресты, но на шпиле есть и птица. Улица европейского города. На куполе есть крест. Но внизу справа статуя слона. Здание слева украшено необычными животными. Я не зачитываю, что это за город. Оставлю ссылку на Яндекс.Диск. Оттуда вы можете все это скачать и внимательно рассмотреть. Совершенно европейская публика и такие странные скульптуры. 1779 год. Церковь Святой Марии. Нет крестов, только флювер. А это похоже вид на Мессину. Могу ошибаться. Очень неразборчиво. Но если это Мессина, то она находится в католической Италии. Хорошо видны звездные бастионы, но нет крестов на храмах. А вот эта фреска просто квест на наблюдательность. Вроде бы обычная библейская картина. Сверху ангелочки. Бог-отец с шаром в руке. Чуть ниже Иисус. Рядом святые апостолы. Кстати, обратите внимание на эту надпись. Наверное это старое еврейское письмо. Но возможно будет сходство и с пермским письмом. Слева человек в короне держит что-то похожее на гусли. Опускаемся ниже. Видим высокопоставленных священников. У многих тиары. В общем очень много христиан. И самое главное, здесь изображено около 30 глубоко верующих христиан. Но для них, для всех изображен только один крест. И он расположен на посохе у человека сидящего рядом с Иисусом. Нигде больше крест не изображен. Его нет ни у святых в среднем ряду. Ни у священников внизу. Его нет на папских тиарах. Все эти люди собрались вокруг какого-то мистического предмета. Странная гравюра. Вроде бы христианский сюжет, но практически без изображения главного символа христианства. Креста. А это у нас дублин. Вроде бы обычный вид. Но вызывают вопросы нижнее укрепление скалы. Как будто изогнутые каменные балки. Как-то плохо вяжется этот дом с нижней капитальной конструкции. Вот еще интересные руины. Чем разрушили этот каменный город? Очень странно выглядят маленькие корабли и такие величественные руины. И вот мы добрались до Лондона. На первом плане очень примечательная башня с шариком наверху. Если увеличить, то почти все здания украшены или флажками или флюгерами. Под номером 32 мы видим классический минарет. Но подписан он как монумент. Очень странный. Монументальный минарет в Лондоне. Строение номер 39. Украшено чем-то похожим на птичку. И это у нас церковь Святой Марии. Весь Лондон украшен или флюгерами или птичками. Вот для примера строение 57, 58, 59. На первый взгляд классические колокольни. Если не увеличивать, можно подумать, что это кресты. Но при увеличении видно, что левая часть этого креста больше правой, как у флюгера. Номер 57. Святой Климент. 58. Новая церковь. Какой-то Стренд. Я думаю, англичане меня поправят. 59. Святой Мартирс. То есть все это церкви. Но только украшены они не крестами, а флюгерами. Посмотрите строение 50 и 51. Те же флюгеры. А это у нас Святой Сепульчерс и Святой Мартин. Крест на весь Лондон я нашел только один на соборе Святого Павла. Строение номер 48. Это гравюра 1730 года. И на весь Лондон только один крест. Этот факт уже вызывает много вопросов к реальной истории христианства. Вот еще интересное сооружение Англии. При входе две египетские стеллы. И на башенке флюгер. Вот еще строение. На входе большие часы. И на шпиле, как обычно, флюгер. Проект церкви в Калькутте. Что у нас на шпиле? Конечно же, главный символ христианства. Флюгер. Но не только за рубежом церкви украшали флюгерами и другими странными знаками. Вот посмотрите на Петергоф. Какие-то достаточно неправославные кресты на этой церкви. Церковь справа тоже украшены не крестами. Вернемся к церкви слева. В наше время она выглядит вот так. Ярко выраженные православные кресты. И даже в 20-е годы она выглядела так же. Но вот на гравюре 19 века таких крестов мы не видим. Когда же крестили Русь? В 19 веке или в 20? Это опять Англия. И церковь украшает флюгер. В дерби вообще нет никаких знаков. Брюссель. Вроде бы и есть кресты. Но на них сидит птичка. И здесь есть еще одно странное украшение. Вот такая почти шарообразная луковка с окошками. Достаточно необычная вещь. Я в будущем сделаю о ней ролик. А это вроде бы Лондон. Интересно, вот эта башня. Достаточно необычной формы. И на всех церквях мы опять видим флюгер. Качество, конечно, не очень, но левая перемычка точно длиннее правой. И это не католический крест. Церковь Спалдина. Нет крестов. На шпиле птичка. Церковь Святой Анны. Нет никаких крестов. Сверху большой шар. И на нем стоит флюгер. Манчестер. Все его церкви тоже украшены флюгером. А это план Манчестера, где по бокам есть изображение церквей. Церковь Святой Троицы с птичкой вместо креста. Святой Анны с флюгером. Ливерпуль. Перед нами вроде бы религиозное сооружение. Но есть только часы и флюгер. Складывается полное ощущение, что англичане поклонялись флюгеру. Королевская улица. И опять мы видим флюгер. Вид на Лондон. И здесь мы можем более внимательно осмотреть эту странную башню. Украшает ее шар. Интересна также форма окон. Очень странная конструкция непонятного назначения. В собор Линкольна есть один крестик. И как обычно флюгер. Еще один промышленный английский пейзаж. Интересная дымящаяся пирамида. А вот у нас Москва. 1799 год. Если кто-то не понял, так выглядела Красная площадь до прихода Наполеона. Здесь меня удивляет сюрреализм происходящего. С одной стороны построены красивые большие здания с колоннами и анфиладами. Но пространство между этими зданиями засыпано грудами песка или глины. Валяются остатки блоков. Какие-то странные люди чем-то торгуют прямо на земле. Справа устроили навес из ткани. Поставили какой-то стол. Публика европейского вида. А есть и в русских костюмах. Неужели люди, которые построили такие здания, не могли разровнять площадку между ними? Как-то очень странно. Из общего беспорядка выделяется ряд необычного вида фонарей. Фрезерованные колонны стоят на буграх из песка. И вообще не вписываются в эту картинку. Как будто эти вещи остались от прошлой цивилизации. А это опять Петербург. Вроде бы обычный вид. Слева за зданием Эрмитажа, наверное третьей версии, мы видим купола храма с крестами. Если мы увеличим, то увидим не классические православные, а немного другие кресты. Что-то похожее сохранилось на дворцах Венеции. Вот такие кучки шариков. Пойдем дальше. И прямо по фарлату Рунивы мы видим еще один храм. Если увеличить, то это больше похоже на флюгер, чем на крест. Если посмотреть на правый берег, то увидите деревянные мостики для причала кораблей. Эти мостики очень хорошо показывают уровень берега относительно Невы. Перепад меньше метра. И сразу возникает вопрос, как на таком низком берегу можно было строить огромные здания. Нева поднимается достаточно часто, и даже при сильном ливне подвалы домов будут затоплены. Люди, похоже, об этом уже знают, и поэтому лестницы в дом построили сразу на второй этаж. Похоже, что первый просто невозможно эксплуатировать из-за постоянного затопления. На этой гравюре очень хорошо видна нелогичность постройки таких зданий на низком берегу, да еще и с окнами почти до грунта. Вот еще один очень интересный вид. Хотя художник и изобразил храмы, но совершенно непонятно, есть там кресты или флюгеры. Здесь больше интересны остатки звездной крепости Адмиралтейства. И вот эти сохранившиеся ворота звездчатого бастиона. Такие же ворота сохранились и с другой стороны Адмиралтейства. Стоят они очень нелогично, как будто раньше они были встроены в стену, и совсем недавно эту стену разобрали. Еще интересен вид на этот дом. Вроде бы 18 век, но крыша покрыта листовым железом, и имеет весьма старый вид. Со стороны Невы насыпана кучка грунта, как будто дом пытались оградить от наводнений. Весь вид дома, как будто он недавно вынырнул из-под воды. А это вид на другой угол Адмиралтейства. На земляном бастионе стоят такие же одинокие каменные ворота, как будто вокруг них разобрали стены. Ворота без стены не имеют никакого смысла. А это уже вторые бессмысленные ворота около Адмиралтейства. А это у нас Голландия. Этот собор выглядит как какой-то цех. На башенках часы и зачатки каких-то крестов. Вот еще интересная картина. На храме есть кресты. Не похоже на католические. Сверху птичка. Петропавловская крепость. Посмотрите, какой крест на храме. Проспект государственных коллегий в Петербурге. С этой гравюрой сделано много копий, но именно это, которую сделал подмастерье Махаева, в очень хорошем качестве и без поздних дорисовок. Здесь стоит обратить внимание на уровень воды в канале. Здания построены практически в одном уровне с водой и их будет постоянно подтапливать. Также интересны остатки непонятного сооружения, вокруг которого толпятся люди. А эту картину можно назвать всплывший город. Везде песчаные отмели, разбросаны доски и обработанные камни. Про это здание можно подумать, что его строят. Но оно больше похоже на брошенный недострой, засыпанный песком. И даже если предположить, что идет строительство, то где все рабочие? Ведь не может же такое сооружение строить бригада из семи человек, которая возится рядом с брошенными блоками. Тем более, рядом другая бригада пытается увести брошенный блок на телеге. Именно пытается увести. Если бы она его привезла, то я думаю, лошади смотрели бы в другую сторону и разгружали бы поближе к зданию. Но самое интересное, на этой картине это флаг Петропавловской крепости. Белый крест на красном фоне. По-моему, этот флаг в Швейцарии. Кто что думает по этому поводу, напишите в комментариях. Может, я ошибся, это флаг России. Вот еще одна просто замечательная гравюра. Вид на инженерный замок. Во-первых, слева есть очень интересный храм. Я не знаю, как он называется, но если увеличить, то мы увидим три флюгера, как на церквях Англии. А теперь, если спуститься в правый нижний угол, то мы увидим следы резкого подъема Невы на несколько метров. И это не краткосрочное наводнение. Это долгосрочный подъем на несколько лет. Посмотрите, вот на эти маленькие дома. Они построены в воде. Но так ведь никто не строит. Значит, уровень Невы, когда строили эти дома, был гораздо ниже. Можно подумать, что художник зарисовал наводнение. Но это тоже не так. Насыпь инженерного замка совершенно не затоплена. Так что эти маленькие домики говорят о резком изменении уровня мирового океана на несколько метров. Другие гравюры, что я вам показывал раньше, говорят о том же. Проспект Коллегии. Здесь тоже раньше был глубокий канал. Вода поднялась до верха канала, то есть до уровня зданий. И на этой гравюре также эти здания были построены при стабильном, более низком уровне Невы. Уровень поднялся, и их пришлось обсыпать песком. Теперь мы посмотрим на еще один голландский город. И опять везде встречаются непонятные конструкции вместо крестов. вот еще необычная церковь, есть часы, есть вроде бы крест, но крест украшает птичка. А вот что это за птичка, я вам сейчас покажу. Для этого возьмем вот эту гравюру, на ней мы видим храм и интересную стеллу. Храм вроде бы с крестом, но крест не совсем обычный. И на вершине стеллы на шаре сидит вроде бы обычный петух. Но если приблизить, то у этого петуха очень странная голова, чем-то похожая на собачью. Непонятно, во что верили в 18 веке и какая была основная религия, но точно не христианство. Храма Англии, Голландии, России украшали флюгеры и птицы с собачьей головой. Есть еще более интересные существа. Вот посмотрите на этот фонтан. Вроде бы никаких секретов здесь нет. Как обычно, ананас, но если увеличить герб в правом нижнем углу, то мы увидим совершенно невероятную картинку. Это что, пришельцы? разумные насекомые? Что это вообще может значить? На этом все. Смотрите мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok